всем огромный привет я очень рада снова вас видеть у себя на канале и сегодня хочу вам показать как делаю себе маникюр домашних условий второй части видео я распакую свой заказ по каталогу faberlic так что обязательно посмотрите для маникюра я выбрала очень красивый на мой взгляд весенние оттенки это лавандовая терки желтый розовый от коди база и топ у меня от oxy и конечно же будут стразы сейчас наверное многие не могут посещать своего мастера и приходится как-то выкручиваться и я вам покажу что делать маникюр самой себе не так уж и сложно вам обязательно понадобится лампа и фрезер раньше я использовала жидкость для снятия гель-лака ваших ноготках будет просто толстенный слой из базы и из гель-лака и никакой жидкости вы его не сможете растворить я кстати заказывала с китайского сайта но думаю вы найдете в любом интернет-магазине в комплекте с этим фрезером было много насадок различных но как потом выяснилось они никуда не годятся ими нельзя пользоваться и поэтому мне посоветовали купить вот такую керамическую насадочку для снятия гель-лака называется она кукурузка на самом деле покрытие нужно снимать до базы а дальше уже работать вот такой вот пилка и тогда вы точно не травмируете ноготь что меня жутко раздражает это то что покрытие снимая себе очень долго повторюсь я не мастер у меня не набита рука я не могу со скоростью света снимать быстро этот гель-лак я все стараюсь делать аккуратно чтобы не травмировать свои ногти вообще говорят что нужно работать на максимальной скорости так включаю я максимально никогда не выставляю у меня это вот такая скорость а вы теперь послушайте максимально сначала вам может показаться что вы не сможете левой рукой снимать покрытие но мне левой рукой также легко работать как и правой нам покрытие уже месяц и всегда лак вот начинает отслаиваться снимаю базы поехали ведь уже виднеется у нас баса то есть вы должны нажимать на фрезу с одинаковым усилием казалось бы все хорошо я сняла гель-лак но не тут то было как я уже сказала у меня всегда почему-то лак отслаивается от ногтевой пластины снизу и мне все это сейчас придется убирать ножничками хочу заметить что покрытие вот начинает отслаиваться только тогда когда я уже перенашиваю гель-лак когда им уже больше трех недель до этого все нормально и если бы она не отслоила все было бы намного проще но сейчас мне пришлось снять вот аж до вот этого уровня теперь я беру пилку и чтобы не травмировать ноготь дальше фрезером не пользуюсь начинаю выравнивать ногтевую поверхность потому что она вот как видите ну точно неровная далее я начинаю придавать своим ногтям форму скажу честно это также мой нелюбимый этап занимает много времени вот такая вот форма ногтей у меня получилось иногда я это делаю очень быстро а иногда нет вот допустим если попадаются такие ногти кривые с ними приходится очень долго возиться значит аппаратный маникюр я не делала во первых потому что фрезы которые идут в наборе просто не подходят для этого а во вторых я считаю что для аппаратного маникюра нужен просто колоссальный опыт обрезаю кутикулу так как уже привыкла вот такие вот щипчиками привычным нам способом остается вот такой вот птеригии это разные там неровности это фреза самая нормальная но честно вам признаюсь этой фрезой работать очень тяжело потому что вот я вижу что она прям травмирует ноготь страсть ей пользоваться только в крайних случаях бафом я зачистила ногти обезжирила наношу каучуковую базу от коде сначала тонким слоем затем ставлю в центре крупную каплю и даю ей равномерно растечься по ногтевой пластине также в процессе переворачиваю палец теперь покажу как сделать интересный весенний дизайн по центру я приклеила полоску для французского маникюра остальные части ногтя окрашиваю лавандовым лаком от эрки после просушки в лампе пытаюсь снять эту полоску и знаете пожалуй в следующий раз я прокрашивать не буду середину я заполняю базой и теперь тонкой кистью рисую аккуратно белые полосы еще для дизайна мне понадобится серебристый глиттер от наоми стразы и все это покрывают топом oxy стразы при этом не затрагиваю и вот такой замечательный дизайн у меня получился на другой ноготь я наклею слайдер дизайн видит цветочков но здесь все как обычно девчонки на слегка влажный диск я кладу наклеечку затем отделяю пленку и прикрепляю на ноготь маникюр на левой руке готов вот так вот выглядят мои ногти мизинчик я решила сделать нейтральным просто украсила его белыми разводами а вот на этом пальце дизайн я придумала абсолютно спонтанно просто нарисовала круг и дальше понеслось и сейчас я вам покажу как делаю такой же самый дизайн только с другим оттенком девчонки стразы я всегда закрепляю на базе так они держатся намного лучше чем на топе вот но потом конечно же я их покрываю топом по краям на саму сразу не когда я ничего не наношу иначе она потеряет свой блеск и теперь вы можете увидеть в кадре обе руки девчонки мне очень нравится такой дизайн выглядит нежно по весеннюю вы прям как раз то что я хотела даже знаете получилось еще лучше чем я предполагала и если вам понравится такой дизайн то обязательно возьмите его себе на заметочку указываю поближе и теперь уже с новым красивым маникюром я вам покажу очень классный заказ который сделала по каталогу faberlic первое что я заказала это вот такие вот колготки в размере с колготок есть шортики вот таким образом они выглядят внутри вот эти колготки в горошек но на деле оказалось что здесь не только горох но также сеточка как бы такие ромбики колготки очень прочные и любой образ я считаю сделают романтичным и носочек теперь давайте перейдем к декоративке я выбрала вот такой вот кисть для нанесения теней остальные уже все практически все у меня есть эти кисточки безумно мягкие ну очень мягкий приятный ворс кисточками я безумно довольна и теперь это пополнила мою коллекцию также мне захотелось опять же каких-то сочных весенних оттенков и я взяла вот такой каял в голубом оттенке вот артикул 52 47 кстати девчонки все артикулы все ссылочки я оставляю под видео обязательно перейдите и посмотрите карандаш рисуют жирную красивую линию в нем есть перламутровые частички этим карандашом я хочу подводить нижнее веко мне кажется будет круто смотреться очень очень по весеннему и конечно же тушь вот так вот она называется экстрим на данный момент этот уж является моей фавориткой я уже заказала вторую не буду пока что распаковывать чтобы она не засохла покажу вам предыдущую девочки тут эффект который она делает на ресницах просто вау у нее вот такая силиконовая кисточка я в восторге теперь мы с вами переходим к уходу я взяла вот такой вот необычный крем он с экстрактом гнезд салангана разработан на основе корейских технологий я уже во второй раз беру этот крем а я вторая баночка вот сейчас как раз я при вас и открою если у вас кожа сухая да какая-то такая пересохшая много шелушений то имейте ввиду этот крем сразу же их уберет исчезает любая стянутость не оставляет жирной пленки но при этом хорошо питает кожу также на этот крем идеально ложится любая тональная основа и еще от айсу у меня есть вот такая вот новиночка гель-трансформер сейчас я прям при вас открою смотрите как хорошо крем запечатан этот гель называется трансформером потому что при соприкосновении с кожей он превращается водичку сейчас мы это проверим да действительно свежестью пахнет каким-то что ли огурчиком смотрите он очень такой жидкий вот вы можете видеть и этот крем увлажняет кожу питает и самое главное восстанавливает ее водный баланс буду с удовольствием пользоваться и еще две масочки это увлажняющие с гиалуроновой кислотой и укрепляющие с коллагеном вот прям чувствуется что внутри какое-то большое количество жидкости и на вид сами масочки большие также буду тестировать и конечно же порошок на этот раз я взяла для стирки цветного белья из ухода я приобрела гель для душа скорбы сходу то есть сокровища востока у него очень приятный такой знаете сладкий аромат с какими-то пряностями и буду тестировать щетку с угольным напылением впервые у меня появилась вот такая вот черная щетка как вы можете заметить у нее щетинки разного размера такие вот силиконовые штуки по бокам и напоследок девчонки я оставила самое интересное это вот такой вот бюстгальтер серия флоранш модель называется эвита я взяла размер 75 а и он мне подошел но без гальтер говорит сам за себя он очень красивый нежное кружево давайте вам покажу поближе то есть она полностью пришита внутри хлопковая ткань и кстати обращаю ваше внимание бретельки спереди не тянутся резиночки есть только сзади вот все регулируется со всех сторон этот бюстгальтер очень нарядно смотрится вы только посмотрите на эту красоту кстати здесь три ряда крючков и опять же это кружево но она вот настолько нежно настолько красиво не очень понравился этот бюстгальтер девочки я с большим нетерпением жду от вас обратную связь напишите в комментах понравился ли вам такой маникюр будете ли делать себе что-то подобное еще раз покажу дизайн поближе также если есть вопросы по продукции faberlic пишите все в коментах я вам все обязательно отвечу на с вами была юля и всем пока